МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Главная тема дня. Когда горит ель Армейнак Абрамян? Надеюсь, люди очнутся и все поймут, чтобы подать в суд на ставших родину Ашот Арутинян. Мы должны показать миру правду. Фонд Татуян. Центральная школа Мейзире Харберт. В Ване найдена урарская базальтовая статуя весом около тонны. Как армяне мы не можем быть счастливы, когда отдаляемся от национальных ценностей. Наша идентичность находится под угрозой и нуждается в защите Гаги Арутинян. Объединиться во имя арцахских армян. Арам Первый обратился с призывом к преддверии КОК-29. В присутствии делегата земляческих организаций и памяти полковника Жеральда Ла Коста, депутата парламента Республики Западной Армении, председателя Национальной ассоциации армянских ветеранов и сторонников, Врежа Абрамяна, президента Ассоциации французских ветеранов и борцов с сопротивлением армянского происхождения, Кристиан Джампетри, депутата парламента Республики Западной Армении, председателя Ассоциации ветеранов и борцов с сопротивлением армянского происхождения, Жанна Газарусяна президент Арминак Абрамян поблагодарил Жанна Леонетти, мэра Антип Жуан Лепен за организацию конференции. Арминак Абрамян попросил присутствующих минутой молчания почтить память павших в Арцахе воинов, также евреев, палестинцев и ливанцев, погибших в Ливане, представив 106 годовщину Мудрского примирия от 30 октября 1918 года. Представив освобождение Палестины и создание еврейского национального очага после декларации Бальфура, освобождение Ливана, Сирии и в конечном итоге участие Восточного легиона, Армянского легиона в опросе Килики. Президент Абрамян осудил зверства, совершенные 7 октября 2023 года. Напомним, они произошли через несколько недель после событий этнической чистки Армян-Арцаха. Абрамян представил, как правительство Палестины, поддерживающее идею двух государств, уступило позиции Хамасу, перейдя от национальной идеи к исламской позиции. Также обсудил последствия войны в Газе. Абрамян коснулся нынешней войны в Ливане и сложной ситуации среди гражданского населения. Люди разделены между общинами и национальными убеждениями. В завершение Армянак Абрамян связал различные отступления Франции от Килики до наших дней, предупредив. Это может привести к клеванизации французского общества, что, тем не менее, президент Макрон называет чудом. Директор музея истории Шуши, историк Ашота Ротюнян, уверен, власть Никола Пашиняна в Восточной Армении не вечно. Сколько бы ни пытались сделать антиарцахские заявления и препятствовать требованию арцахских армян вернуться в Арцах, им не удастся помешать процессу. Эта власть и проводимая ею политика полностью противоречит друг другу. В 2019 году заявили «Арцах – это Армения и точка». В 2020 году после поражения войны заявили, что признают Арцах в составе Баку. Хотя поражение немного сомнительно, но можно сказать, что эта победа была преподнесена Баку. Посмотрите, как Никол Пашинян и Алиев разговаривают на различных встречах. У людей возникают обоснованные сомнения, что Никол Пашинян может быть наставником турецко-азербайджанского тандема. Армянин и армянский лидер не могут официально заявлять, что Арцах не армянский. Повторяю, армянин не может заявлять, что Арцах был частью новосозданного Азербайджана. Об этом в беседе, говоря о заявлениях властей Восточной Армении об армянах Арцаха и их последствиях, не вытекающих из интересов Арцаха, в беседе 168 АМ отметил Ашот Аратюнян. Я это уже говорил и настаиваю, повторяя. Мы вернем наш Арцах. Поражение всего лишь временное. Поражение в том, что мы презрели нашего врага. У руля страны непатриотичный и непроармянский человек, который пришел исключительно для сдачи страны. Единственный способ бороться с этими людьми будет осуществлен лишь тогда, когда люди зададут себе вопрос. Разве мы не из животного мира и думаем лишь о еде? Нет, мы люди, которые имеют право на родину. В свое время я предложил этим властям предоставить нам жилье недалеко от Еревана. Мы будем работать, жить и освободим Арцах. Они не согласились, боятся нашей программы, знают, что если мы встанем на ноги, то освободим Арцах. Возвращение в Арцах должно быть целью не только для арцахских армян, но и для всего армянского народа. Сегодня в Армении есть сознательная масса, которая знает, что если возвращение Арцаха не будет общенациональной целью, то завтра или послезавтра мы потеряем Армению. Действия, которые были предприняты в Арцахе, но и его сдали, те же шаги предпринимаются и здесь. Надеюсь, люди придут в себя, все поймут и подадут суд на тех, кто сдал родину. Что касается возвращения в Арцах, у нас есть свои представления и планы, которые мы не должны озвучивать. Враг слышит нас лучше, чем наши сегодняшние правители, подчеркнул Ашот Арутюнян. Специалисты Центра права и справедливости фонда Татуям проводят обширную работу по выявлению азербайджанских фальсификаций в отношении Восточной Армении и Арцаха и выявлению нарушения прав армянского народа. Как сообщает НьюЗАЭМ, фонд Татуян фиксирует факты азербайджанской политики ненависти и расизма против армян. Документы представляются в разных странах мира, в международные суды и СМИ. Благодаря этой работе создаются основания, которые способствуют эффективному противодействию азербайджанской ложной политике, защите прав и интересов Армении и армянского народа. Мы должны показать миру правду, суметь эффективно защитить свои права и добиться справедливости. На фотографии изображены армяне, собравшиеся перед центральной школой Мезере в Харберте, Западной Армении. Фотография сделана казаром Саркисом Меликяном, свидетельствует о развитии армянской образовательной жизни и культуры в важном учебном заведении, которое обеспечило образование на уровне колледжа. Центральная школа Мезере была одним из образовательных центров армянского населения Харбердского района, где преподавались национальная культура и язык. В условиях Османской империи, преодолевая многочисленные препятствия, армяне стремились повысить образовательный уровень, сохранив армянскую идентичность. Подобные фотографии являются ценными свидетельствами прошлых и последовательных усилий армянского народа, направленных на сохранение знаний и идентичности. В городе Ван археологи обнаружили базальтовую статую урардского периода весом около тонны из цельного куска камня. Уникальная находка встречается впервые. Для дальнейших исследований и реставрации статуи будет передана в музей Вана. Поразительная находка в том районе, где очень мало урардских артефактов, поясняют авторы. Урардцы – народ древнего армянского царства, центр которого находится на территории современной восточной Турции, оккупированной Западной Армении. Археологи надеются раскрыть значение монументальной статуи, несмотря на ее загадочный вид. С целью сохранения и распространения армянской идентичности актер и документалист Гайик Арутюнян основал фонд «Идентичность». Арутюнян, осознав во время Арцахской войны, армянская нация находится в культурной опасности и для выживания нации необходима сильная идентичность. В результате этнической чистки в Арцахе тысячи наших историко-культурных памятников остались под властью врага. Некоторые слои нашего общества добровольно отказываются от своей культуры. Цель фонда – оцифровать и сделать культурное наследие доступным, особенно для молодежи. Гайик подчеркивает, невозможно быть счастливым армянином, когда мы отчуждены от наших национальных ценностей. Призываю армян объединиться и поддержать миссию для укрепления идентичности и долговечности нации. Для защиты прав армян Арцаха необходимо использовать все возможности и связи – политические, дипломатические, межрелигиозные, оставляя в стороне разногласия. Кальтарикос Великого дома Киликийского Арам Первый в преддверии КОП-29 обратился с призывом. Необходимо объединиться во имя защиты прав армян Арцаха. В преддверии Международной климатической конференции КОП-29, которая состоится с 11 по 22 ноября 2024 года в Баку, необходимо напомнить миру о военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха в 2020-2023 годах, насильственной депортации около 120 тысяч арцахских армян, целенаправленном уничтожении армянского культурного и религиозного наследия, незаконном захвате политического руководства Арцаха, призвав для защиты прав армян Арцаха использовать все возможные связи политические, дипломатические, межконфессиональные, широким использованием информационных средств. Также во время церемонии в церквях молятся за скорейшее освобождение политических лидеров Арцаха и других пленных. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!